Казахстан 22 августа 1993 скончался трижды герой социалистического труда, восьмикратный кавалер ордена Ленина. И долгие годы главный человек в Казахстане Дин Мухамед Ахмедович Кунаев. Он создавал казахстанскую промышленность, поднимал целину, застраивал Алма-Ату и дружил с Брежневым. Прощание с Димашем Ахмедовичем, как его называют и во власть, и в народе, проходит в театре оперы и балета имени Абая. Гроб до кладбища сопровождает многотысячная толпа. К происходящему лучше всего подходит журналистский штамп «Ушла эпоха». КОНЕЦ 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 Советские рубли, которые уже так обесценились, что население хранит их в полиэтиленовых пакетах и хозяйственных сумках, меняют на тенге из расчета 500 к 1. Абин в общем и целом происходит спокойно и организованно, только накануне окончательно пустеют все магазины, Граждане сметают в прилавках вообще всё, что ещё продаётся, ходят слухи, что на первых банкнотах будет изображение Назарбаева. Слухи не подтвердились. Ну вот что точно правда Первые тенге возят самолётами из Англии, свою банокнотную фабрику построят только в 95-м. Что вы испытали вот сейчас, когда вам вручают эти деньги? Я думаю, что наконец-то будет определенность какая-то, потому что вот этот период, когда после того, как меняли купюры старые на новые, потом сказали, что мы не войдем в новую рублевую зону, ну теперь думаю, что будет лучше. Вам нравятся эти деньги? Ну симпатичные, но главное, чтобы она была покупательная способность. В Алматы на бывшей ВДНХ проходит первая компьютерная и телекоммуникационная выставка Кител. В Казахстан окончательно приходят новые технологии, самая продвинутая технологическая сфера у нас еще и самая востребованная после автомобилей. Компьютеры нужны всем школьникам для игр, банкирам для работы, Акимам в кабинет. Спустя 27 лет отечественный сектор IT приобретет свой неповторимый оттенок, начнутся грандиозные скандалы с электронным правительством, а Казахстан станет одним из лидеров по майнингу криптовалюты. Но в 93-м на компьютеры приходят скорее полюбоваться. 28 января на сессии еще Верховного Совета принимают первую конституцию уже независимого Казахстана. Стране срочно нужны хоть какие-то механизмы, чтобы существовать в новом статусе. В главном законе про независимость принцип разделения властей и казахский как государственный. Но очень быстро выяснится, что в стране будет новая конституция. В 95-м году ее примут 30 августа, и граждане получат новый главный закон. А место холодного выходного теплый. Весной 93-го закладывается нефтяное благополучие Казахстана. Первый президент Назарбаев подписывает контракт с компанией «Шебро» на разработке нефтяного месторождения «Тенгиз». Его условия подробно объясняют населению, земля наша, технологии строительства американские, доходы пополам. Несленная выручка «Тенгиза» наряду с другими сырьевыми деньгами позволит создать ту самую казахстанскую модель. Уехать работать на «Тенгиз» – сознательная и технически грамотная казахстанская молодежь будет мечтать и в 21 веке. Суровые условия и вактовый метод – это почти как армия для тех, кто в нее и не собирается идти. Это проект «Казахстан-9121». Таким был 93-й год по версии КТК. Мы с вами уже 30 лет, но все самое интересное еще впереди. Увидимся!